Наконец-то! Нефтекамцы будут ездить на своих продукция, комфортабельная. Эти автобусы выйдут на самые проблемные городские маршруты. В парке нефтекамского филиала Башавтотранса 170 единиц техники. Часть совершает рейсы по межгороду. Выход на линию еще семи автобусов должен сократить ожидание приезда. Семь автобусов пришло, из них шесть автобусов непосредственно в городе. Один будет работать на пригородных маршрутах. Автобусы будут работать, закреплены на самых востребованных маршрутах. Это восьмой, девятый маршрут, где мы, да, надо признать, есть проблемы. И это первый шаг, который, ну, серьезно исправит ситуацию. Нефтекамский филиал Башавтотранса – третий по величине автопарк в Башкирии. Первые два места занимает Уфа. Предприятие работает сразу по нескольким важным направлениям. Сегодня, кроме регулярных перевозок, значит, порядка 50 маршрутов вы обслуживаете. И в год ваш филиал около 10 миллионов пассажиров переводит. И ежедневно это насчитывается 25 тысяч человек. Ежедневно, ребята, вы перевозите. За это вам огромное спасибо. И кроме регулярных перевозок, я хочу сказать, в пилотном проекте вы взяли Янаольский район. И ежедневно это очень ответственное мероприятие. Перевозка детей дороже детей, жизни и здоровья детей дороже нет. Автобусы задействуют не только для коммерческих перевозок. В этом году, после начала известных событий, Башавтотранс помогает решить еще одну важную задачу. Благодаря поддержке нашего главного предприятия, практически всю работу по проводам, прощанию с нашими военнослужащими, проводим благодаря транспортной поддержке вашего предприятия. Автобусы произведены на нефазе. На заводе уделяют особое внимание безопасности. Руководство прислушивается к пожеланиям пассажиров и технических служб. Сиденье, оно стояло ближе, и нога человека вот здесь была. Это о чем говорит? Привод срабатывает, дверь открывается, и прищемление ног. Вот, смотрите, хоть у тебя 40-50 размер, сейчас уже не за... Это очень важно. А сколько фактов у нас, да? Вот эти вещи, это пассажир даже знает. Вот, ну, он видит в телефоне, дверь открыл, он даже, опа, и ногу прищемил. Вот эти вещи, вот, правильно, вот реагируйте вы. Автобусы оснащены кондиционерами, специальными местами для инвалидов-колясочников и даже зарядками для гаджетов. Техника отвечает современным запросам пассажиров. Глава администрации заверил, что вскоре поездки станут для нефтекамцев еще комфортнее. Город большой, развивается, увеличивается пассажиропоток. И нам необходим новый современный автобус и транспорт. Здесь нельзя, кстати. Со своей стороны, что мы можем сказать? Мы будем строить, чтобы автобусы ездили комфортно, чтобы жители были комфортно и передвигались. Мы будем строить дороги, мы будем также продолжать строить остановочные комплексы, чтобы был полноценный, комфортный пассажиропоток. Нефтекамцы могут оценить новые автобусы уже сегодня. Вся техника вышла на линию в день торжественной передачи ключей. Карина Анисимова, Ильгий Смельханов. Время новостей.